Вы смотрите новость ОТС в студии Иван Кудинов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. История России – это история великих сражений и великих побед. Главные герои которых наши воины, наши военнослужащие. Выставки оружия, торжественные собрания и подарки накануне праздника. Российских военных поздравляют с наступающим Днем Защитника Отечества. 14 человек, из них 9 детей, сейчас находятся в больницах с вирусом корь. В 13 образовательных учреждениях вели карантин. Чем опасен вирус и какие ограничения ждут тех, кто отказывается от прививки? Высокая температура, сыпь на коже и слезы в глазах. Почему тем, кто не привит от кори, могут запретить выезд за границу? Меня обвиняют в том, что я ловлю ее в собак. Вся деревня знает об этом. Что я жалодер и шкурадер. Искалеченных животных вылечат в Новосибирске. Кто расставляет капканы на собак в деревне с названием Викибск? В Новосибирской области проходят торжественные мероприятия в честь Дня Защитника Отечества. Поздравления принимают те, кто несет службу в вооруженных силах или имеет за плечами военный стаж. Дмитрий Белькевич подробнее. Вот так детские мальчишечные игрушки в руках военных инженеров превращаются в настоящее оружие. К примеру, этот беспилотник может подняться на высоту нескольких километров и распознать врага даже в труднодоступной местности. Однако принцип запуска такого оборудования в воздух весьма прост и совсем не отличается от детской рогатки. Этот летательный аппарат, как и другие на выставке в штабе армии, действующий, несет службу наравне с военными. Вот еще один беспилотник. Он обладает куда более внушительными характеристиками. Как правило, эти самолеты практически невозможно запеленговать. На радарах их не видно, потому что корпус их изготовлен из пластмасса. Двигатель здесь электрический, поэтому распознать их на радаре очень тяжело и увидеть их даже. И плюс, очень малая шумность у него. И на высоте полета его можно просто перепутать даже с птицей. Российские военные отстаивают интересы государства и с этими автоматами и пулеметами в руках. С новейшими образцами вооружения сегодня ознакомился губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Благодаря вашей службе мы сегодня все имеем право на гордость за мощь возрождающейся России. Поэтому я хочу пожелать вам успеха в дальнейшей службе, благополучия, здоровья и всем нам мирного неба над головой. В преддверии Дня защитника Отечества губернатор наградил военнослужащих и ветеранов боевых действий, а также встретился с командованием штаба 41-й армии и поздравил военных. Отдельно в рамках встречи были отмечены успехи военнослужащих спортивной роты. Под ружье они не вставали. Престиж страны отвоевывает на полях различных турниров и соревнований. Это бы было хорошо, если бы все конфликты решались бы именно таким вот путем, допустим, спортивными состязаниями. Это, думаю, для всего мира, конечно, только служило бы большую пользу. Завтра, в День защитника Отечества, будут вспоминать тех, кто погиб, исполняя воинский долг. Торжественная церемония возложения цветов начнется в полдень у монумента славы. Дмитрий Белькевич, Александр Попов, Дмитрий Злобин. Новости ОТС. Топ-менеджер клиники Мишалкина Евгений Покушаев в ближайшие два месяца проведет в СИЗО. Такое решение сегодня вынес Центральный районный суд Новосибирска. Дело возбуждено по факту хищения миллиарда трехсот миллионов рублей и отмывания денег по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Евгений Покушалов просил более мягкую меру пресечения, домашний арест. Однако, по словам судей, это невозможно из-за наличия у него недвижимости в США и из-за того, что он может препятствовать ходу следствия или воздействовать на свидетелей. Уже 40 новосибирцев заразились корью, из них 34 ребенка, но ситуация под контролем, говорят в Минздраве региона. Сейчас специалисты делают все, чтобы препятствовать распространению вируса, выявляют непривитых и изолируют, если те отказываются от иммунизации. И призывают всех, кто не привит, обратиться в поликлиники по месту жительства. Вакцины достаточно. Всегда заболевание начинается очень остро, с высокой температуры, то есть 38-39 температуры. И вначале это как проявление сухого катара, как мы говорим. То есть это слабость, першение в горле, это сухой такой надсадный кашель, который не приносит какого-либо облегчения. И дальше уже с третьего дня заболевания появляется сыпь. Кори опасна своими осложнениями. Атитами, пневмонией, бронхитом и воспалением мозга. Передается воздушно-капельным путем и относится к чрезвычайно заразным. Прививки от этого вируса ставят детям в год и 6 лет. Но рекомендуют все же проверить, выработался ли иммунитет. А лучше во взрослом возрасте сделать ревакцинацию. Что касается уже заболевших, в больницах сейчас находятся 9 детей и пятеро взрослых. Четверых уже выписали. На карантине 13 образовательных учреждений города. Накануне мы сообщали, что большинство заболевших является членами одного из религиозных сообществ, которые отказываются от прививок. Действительно, 157 закон об иммунопрофилактике говорит, вы имеете право отказаться. Но этот же самый закон говорит в дальнейшем, в случае, если будет осложнение эпидемиологической ситуации, у вас будут определенные ограничения. Вас не примут в образовательные учреждения, вас отстранят от работы, вас там не пустят за границу, например, если там желтая лихорадка и так далее. Пожалуйста, отказывайтесь, но еще раз говорю, вы живете в обществе. К другим темам. Полиция проводит проверку по фактам жестокого обращения с животными в деревне Витебск Болотнинского района. Напомню, местные жители обвиняют своего соседа в том, что тот расставил капканы на собак. Тема продолжит Ирина Шатрова. Конфликт земляков разделил жителей деревни Витебск на два лагеря. Собаки-фермера, охраняющие домашнюю живность, попали в капканы, расставленные на участке соседа. Подходит соседский парень, родня, говорит, там ваши собаки, говорят, капканы вводят, идите отпустите их. Я сперва не понял, когда узнал, где у кого, я сам не пошел собак освободить. Ребята, рабочих попросили, расходите, отпустите собак освободить с капкана. И они пошли туда освободить собак. И они взяли с собой телефон, в камеру сняли. Руслан Васильев вместе с товарищем первыми пришли на выручку дворняжкам. Подошли и сняли на камеру. Руслан отцепил одну, потом помог мне второй отцепить. Отпустили, взяли, оттащили. Похромали за нами домой. Шокирующее видео выложили в интернет. И кадры сразу подняли волну возмущения пользователей. Впрочем, витебцы, те, кто установил капканы, эту ситуацию комментируют по-своему. Меня обвиняют в том, что я ловлю ее в собак. Вся деревня знает об этом. Что я жалодер и шкуродер. Обнаглел до предела. Выложили это все в интернет и начали травить мою семью. Устроили видеосессию с собаками у меня на окороде. Якобы я поймал собак и издеваюсь над ними. Такого не было. Мы будем добиваться того, чтобы нам жить спокойно. То, что травлю на нас устроили, мы наняли адвоката тоже. Мы будем защищать свою честь и достоинство. Это есть статья. И те печатные издания, которые распространили эту ложную информацию. Это подстроенное видео было. Смонтировано это все. Специально сделано. Любовь Страховенко, зоозащитник. Увидев видео в сети, сразу же приехала в Витебск из областного центра забрать раненых животных. Сейчас они в ветеринарной клинике в Новосибирске. Две собаки большие, вот с имеющегося видео, которое прям непосредственно видео снято. Собачки лежат в капканах. Эти две собаки. У этих собак, я могу сказать, им повезло. Они такие коренастые, очень широкие кости, поэтому они не пострадали. У них просто привезла в клинику, посмотрели, у них отеки в этих местах. Но кости целы, ничего не перебито. За собак уже можно не волноваться. После лечения их вернут фермеру. Гораздо сложнее взаимоотношения в деревне. Кто прав, кто виноват. Сейчас разбирается полиция. 16 февраля 2018 года в отдел МВД России по Болотнинскому району поступило обращение гражданина о том, что в населенном пункте Болотнинского района совершается жестокое обращение с животными, а именно с собаками. В настоящее время по этому сообщению проводится проверка, которая будет длиться в течение 10 суток с момента регистрации. По окончании проверки будет принято обоснованное законное решение. Статья 245 Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными подразумевает наказание от крупного штрафа до лишения свободы. Точку в этом деле поставят сотрудники органов внутренних дел. Ирина Шатрова, Андрей Новоселов, Новости ОТС. Открытость, обновление и лидерство. Ставка на первичные партийные организации. Избранный секретарь Новосибирского регионального отделения «Единой России» Андрей Панферов встретился с партийным активом центрального района мегаполиса. В ходе знакомства с однопартийцами он ответил на вопросы по абсолютно разным темам. Андрей Панферов считает, что сегодня необходимо делать упор на первичные отделения. Все задачи, которые ставят перед партией, в первую очередь решаются именно на местном уровне. На мой взгляд, очень много значит, какой секретарь, как он строит свою работу и как он хорошо знает тех людей, которые входят в первичные организации. Для этого я езжу и буду, я объеду все районы и поговорю со всеми секретарями и со всеми членами партии по возможности. Это информационные итоги дня. Смотрите далее в нашем выпуске. По представленной информации администрации Фравьона, на сегодняшний день составляет 1797 многоквартирных домов по сбросу кровли, что составляет 45% от общего числа. Дед Андринков Сергей Яковлевич, да? Это его братья все. У меня много родственников. Я просто расстроилась, что я пошла на штрафный круг и решила просто догонять, отыгрывать ногами, а что делать. Думаю, Дима меня простил за штрафный круг. И все, и просто работать дальше, и все, и настраиваться на другую стрельбу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мальчишки и девчонки, а также их родители. Проведите весенние каникулы на Большом фестивале Яролаш в Подмосковье. Вас ждут встречи с популярными звездами и режиссерами киношурнала. Главный приз фестиваля – главная роль Яролаша. Приезжайте всей семьей. Подробнее на нашем сайте яролаш.ру Наш дом. Наша семья. Наши друзья. Наш город. Гранд-авто. Родное такси для родных сибиряков. Звони 355-1010. Это новости ОТС. Мы продолжаем. С начала февраля занят своевременную уборку снега и льда с крыш в Новосибирске. Оштрафовали три управляющие компании. Сегодня сотрудники муниципальной жилищной инспекции выехали с проверкой в Кировский, район мегаполиса. Тему продолжит Александр Куршев. Снег с крыши 45-го дома по улице Зорги, похоже, не убирали с начала зимы. Промышленные альпинисты в буквальном смысле тонут в сугробах. Но убрать нужно все и в срок. Иначе управляющую компанию могут оштрафовать, согласно 162-й статье ЖК России. Для безопасности людей периметр дома обтянулись сигнальной лентой и поставили предупреждающие знаки. По словам местных коммунальщиков, они обслуживают 33 многоквартирных дома. Ни от кого из жильцов жалоб не было. Также у нас строительные козырьки, они тоже у нас убираются подрядной организацией, мы нанимаем. И обслуживает это управляющая компания. Самовольно установленные козырьки, которые сами собственники установили, мы даем предписание, чтобы они сами убирали с них снег. Но если мы понимаем, что такая ситуация, что может там кто-то не проживает, или физически не могут, мы конечно сами выходим и убираем. Качество работы управляющей компанией оценивают специалисты муниципальной жилищной инспекции. Рейды проходят регулярно и без предупреждения. Уже проверено почти 860 многоквартирных домов. Выявлено 36 нарушений, по результатам которых оштрафованы три организации. По представленной информации администрации Фравьона, на сегодняшний день составляет 1797 многоквартирных домов по сбросу кровли, что составляет 45% от общего числа. По информации инспекторов, если толщина снега на кровле превышает 30 сантиметров или обнаружен лед, граждане имеют право потребовать устранения нарушений от своей управляющей компании. В случае отказа следует незамедлительно сообщить по телефону 051. Все заявки обрабатываются в течение часа. Александр Куршев, Александр Ведерников, Новости ОТС. Сегодня участники молодежки Общероссийского народного фронта провели рейд по дворам Берцка. Поводом стали обращения местных жителей на горячую линию по вывозу мусора. Активисты проверили состояние площадок и провели опрос, насколько люди информированы о новых правилах сбора бытовых отходов. В некоторых подъездах не было объявлений с указанием номеров телефона от регионального оператора, а у одного дома прямо возле входных дверей стояли полные мусорные баки. Такие рейды проводят постоянно и многие нарушения удается оперативно устранить. Оперативно отреагировала власть, вывезли вот этот мусор. Во-вторых, здесь нет никаких информационных табличек какой-то управляющей компании и какой рекуператор обслуживает их. То есть мы сразу же договорились о конкретных сроках, когда эта информационная вещь появится здесь. А то, что власти города Берцка идут нам навстречу, я считаю, что это правильно, потому что это обоюдный интерес, чтобы людям на месте фактически живось хорошо. Новосибирские программисты помогут врачам выявить психические расстройства на ранних стадиях. Сегодня десятки специалистов в сфере IT-технологий собрались в Академгородке, где стартовал нейрохакатон. Так называют научно-практическую конференцию, на которой создатели компьютерных приложений вместе с дизайнерами, менеджерами и сотрудниками ведущих клиник России решают актуальную проблему в области медицины. Тема нынешнего форума «Аутизм» организаторы поставили участникам задачу за три дня разработать алгоритм для диагностического оборудования, позволяющий анализировать маркеры крови и распознавать признаки заболевания. Итоги подведут 24 февраля. Авторы лучшего проекта получат главный приз 300 тысяч рублей. Ученые уже видят связь между изменениями в крови и проявлением заболевания. Это позволит в будущем не только ставить диагноз, но и подбирать какие-то варианты лечения. Такое сообщество, которое занимается проблемой аутизма, в Новосибирске оно достаточно активно в нашей стране, поэтому выбор был тоже не совсем случайный. В Новосибирске отреставрируют монумент «Славы». Местные жители давно обращали внимание властей на то, что памятник культурного наследия требует особого внимания. После проведения экспертизы монумента уже обозначили ряд работ. Отремонтируют пилоны, мозаичные облицовки и стеллы. Кроме того, полностью осовременят техническую сторону, поменяют звуковые системы. А для свободного перемещения инвалидов установят пандусы. Этот проект предусматривал, собственно говоря, не только ремонт и приспособление самого объекта культурного наследия. Дело в том, что монумент расположен в сквере «Славы». То есть его территория не только объект самого культурного наследия, но еще большая территория, которая не является памятником, но которую в совокупности вместе с монументом «Славы» необходимо приводить, даже не приводить, а совершенствовать, реконструировать, чтобы он отвечал современным требованиям и нормам и был таким центром притяжения и очень хорошим общественным пространством. Здесь нет ни одной персональной судьбы. Все судьбы в единую слиты. Фамилии 350 байкальцев увековечили в граните. Наготонную стеллу установили на центральной площади деревни Байкал Болотнинского района. Дед Андринков Сергей Яковлевич, да? Это его братья все. У меня много родственников. Сегодня на граните фамилии всех земляков, погибших на полях сражений. Многотонную стеллу установили рядом с сельским домом культуры. Раньше на этом месте был памятник из кирпича, но время взяло свое. По крупицам истории земляков для нового монумента собирали воспитанники клуба «Поиск». Работал клуб «Поиск». Мы с ребятами, я тогда училась в этой же школе, и мы тогда вот этот весь материал собирали. И вот благодаря этому клубу «Поиск» мы вот нашли вот эти все фамилии. 350 фамилий воинов. Это жители деревни Байкал и поселений, которых уже нет. Деревня Игрушка, Ивановка, Красное озеро. Буквы выбиты в граните, то есть они не пропадут, не сотрутся, не исчезнут. Это, ну, конечно, на века можно сказать, но оно так и есть на самом деле, это все в камне выбито. Будем надеяться, что простоет очень долго и будет людям память о земляках. Средства для строительства памятника выделены из областного и районного бюджетов. Мы все-таки смогли увековечить память наших воинов-земляков. Здесь не только тех, кто воевал в Великой Отечественной войне, здесь и тех, кто в Афганистане был, и тех, кто в 1947 году воевал с лесными братьями. С приходом весны площадку у памятника выложат плиткой. Торжественное открытие пройдет 9 мая, в день 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Ирина Шатрова, Андрей Новоселов, Новости ОТС. Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова выиграла золотую медаль на чемпионате Европы, который проходит в Минске. В паре с Дмитрием Малышко Сибирячка стала победительницей одиночной смешанной эстафеты. Кристина Лата продолжит. Россияне преодолели дистанцию за 36 минут и 30 секунд. Наш дуэт лидировал всю первую половину гонки, вплоть до третьего этапа, когда Евгения Павлова допустила 4 промаха и была вынуждена зайти на штрафной круг. Я просто расстроилась, что я пошла на штрафной круг и решила просто догонять, отыгрывать ногами, а что делать-то. Думаю, Дима меня простил за штрафной круг. И все, и просто работать дальше, и все, и настраиваться на другую стрельбу. Впрочем, новосибирская биатлонистка сумела удержаться за лидерами и передала Малышко эстафету всего в пяти секундах от француза. Благодаря отличному ходу Дмитрий вернул лидерство, а преимущество на финише перед соперниками составило почти 20 секунд. Отмечу, медали Павлова и Малышко стали первыми для российской сборной на чемпионате Европы. Хоккейная Сибирь попрощается с сезоном сибирским дерби. Заключительный матч регулярного чемпионата наша команда проведет на выезде против Авангарда. Никакого значения в турнирном раскладе и итог этого матча не имеет. Сибирь официально лишилась места в плей-офф еще в предыдущей игре, потерпев поражение на домашнем льду от автомобилиста. Авангард, который с этого сезона выступает на арене в Балашихе, напротив один из лидеров Восточной конференции. Первые два дерби в чемпионате остались за Авангардом, а в конце декабря Сибирь взяла реванш со счетом 3-0. Прямую трансляцию последнего матча новосибирцев в этом сезоне смотрите в эфире ОТС с начала в 23.30. И на этом у меня все. В студии работал Иван Кудинов. Хороших вам выходных и до встречи. Новосибирск. 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 Редактор субтитров А.Семкин